Похитили и потребовали выкуп более 10 миллионов рублей. В Челябинске взяли в заложники жителя Югорска. По предварительным данным, пленник крупный предприниматель и управленец Сюменской области приехал к гражданской супруге и стал жертвой нападения целой группировки. О подробностях резонансного преступления расскажу прямо сейчас. Бежит от камеры, несмотря на многочисленные травмы. Только что мужчину допросили и под конвоем выводят из следственного комитета. Он был заложником преступной группы. Показания дает в режиме повышенной секретности и лица своего показывать просто боится. Садится в машину и вместе с полицейским уезжает в специально подготовленное для него место. Этот мужчина чудом избежал смерти. Сутки его связанного по рукам и ногам пытали и жестоко избивали. Похитили его здесь, во дворе дома, на улице Салавата Юлаева. Выволокли из подъезда и силы посадили в машину. Рот зажали марлевой повязкой, поэтому криков никто не слышал. Зинаида Варламова заметила. С самого утра на первом этаже словно поджидали кого-то. Несколько часов компания мужчин, которых женщина называет варварами, сидела на ступенях у входа. Значит, кто-то здесь в подъезде, кто-то здесь живет такой. Что, почему там в нашем подъезде-то? Что-то связано. Отсюда пленника отвезли в коттедж, а через несколько часов в съемную квартиру мужчины. Там заложник обещал отдать преступникам 17 миллионов рублей. Но не тут-то было. Женщина вышла встречать мужа с большим бойцовским псом. Собака преградила выход и удерживала бандитов. До приезда полицейских задержали только двоих. Обоих из СИЗО доставили в суд. Процесс проходит за закрытыми дверьми. Многие обстоятельства резонансного дела не хотят озвучивать, потому что большинство, а это около шести человек, находятся на свободе. А те, кого задержали, делают вид, что вообще не знакомы с потерпевшим. Скажите нам, вы знакомы были с потерпевшим-то? Он вам известен? Или это просто наговор какой-то? Первый раз мы видим. А как это получилось, что вас обвиняют-то сейчас? Со слов его потерпевших нас обвиняют. А вы с ним не знакомы были? Нет, мы его довезли всего лишь за дом. Следователи скупо комментируют, преступники были знакомы с пленником. По предварительной информации, он заместитель руководителя газовой компании Югорска, Тюменской области. Потому якобы и знали, с кого требовать выкуп. Возбуждено уголовное дело по статисту 126-го уголовного кодекса. В ходе расследования задержано двое лиц, причастные к похищению. Тем не менее, на свободе в настоящее время находится еще неопределенное количество лиц, участвующих в похищении. Ну, следствие продолжается. За похищение из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, банде грозит тюремное заключение. Каждому до 12 лет. Но только сначала преступников нужно поймать. Задержан поджигатель иномарок на парковках Челябинска. Им оказался ранее судимый 25-летний горожанин. Мужчина подозревается в серии поджогов. Установлено, что подозреваемый летом 2015 года совершил три поджога автомашин на территории центрального района города Челябинска. Устанавливается причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города. Серийный поджигатель безработных жителей Ленинского района орудовал в основном в центре города. Его последняя жертва автомобиль Рено Меган. Подозревается в умышленном поджоге, который совершил около часа ночи перед входом в гостиницу. Сгорела передняя часть иномарки и салон. Ущерб минимум 300 тысяч рублей. Задержанному грозит до пяти лет. Редактор субтитров А.Семкин